Ох, опять Джонни Лени в первую часть играет, ностальгирует, ё-моё, нету контента во второй, но поиграет и в другие игры, игра твоя мертва, люди из студии бегут, онлайн падает, говорят. Так-так-так, нет, всё куда проще, стой, видишь эту винтовку? Смотри, бам, она снова во второй части, экзотическая, мощная, красивая, хочешь расскажу как получить? Устраивайся поудобнее. Привет, кстати, меня зовут Джонни Лени, а это новое видео на канале Трипл Вайп. Сегодня, 7 мая с еженедельным обновлением, в игре появился новый секретный экзотический квест на получение той самой пульсы Outbreak Prime, но сейчас мы вместе с вами сделаем его не таким уж и секретным. Для его начала отправляйтесь на горячую точку недели, планету Титан, но заранее убедитесь, что у вас пройден квест на другой экзот, старый крысиный король. Зачем? Ну, скажем так, есть проверенная инфа, что пока вы не пройдете на персонажа квест, открывающий этапы на крысиного короля, то есть все поручения, такие синенький флажок с белой короной, ретранслятор на Outbreak Prime вам не выпадет. Итак, проходим приключение, доходим до комнаты со шрикером, зачищаем, сканируем кристалл справа от входа и дальше сворачиваем налево. Тут в большом зале с техникой падших находим тот самый ретранслятор. Ух, сложно выглядит. Но по факту все очень просто. 6 ячеек, 6 затерянных секторов с затерянными в них данными падших. Четыре сектора на ЕМЗ и два на Нессе. Первый в секторе локации водоотвод. Второй в шепчущих водопадах. Третий в начальной локации в Атриуме. Четвертый в этой же локе, но в секторе Путь вдовы. Потом летим на Несс, ищем лосс-сектор, трупная яма. И сектор Расколд. После отправляемся на ферму. Да-да, та самая локация для новичков. Там нам нужно найти Митракса. Падшего капитана. Уж не знаю, чем он там таким, сидя на полусогнутых в темном углу занимался. Но мы его потревожим и отправимся в рандеву. В миссию Час Испытания. Миссия эта очень напоминает миссию Шопот. Вам дается таймер на 20 минут и длинный сложный ивент с кучей прыжков, тоннелей и скрытых платформ. Проходить рекомендуется строго в команде. Строго от 690 уровня силы. И лучше всего следить за тем, чтобы во втором слоте у вас было разное по типу урона оружие. Весь путь прохождения пазла я решил в видео не вставлять. Но после того, как вы пройдете миссию и зачистите последний зал, вы получите главную награду. Импульсную винтовку. Идеальная эпидемия. Да, она так называется в русской локализации. После этого на ЕМЗ вам станет доступна героическая версия этого задания, из которой можно получить катализатор и еще кое-что из секретных плюшек. Но об этом уже в другом видео. Пишите в комментариях, нужно ли заливать полное прохождение миссии. Как вам вообще такой квест? Мне вот очень понравилось. Хоть в какой-то момент нервишки начали издавать. Таких секреток нужно больше. Игрокам нравилась миссия Шепот и я рад, что разработчики вдохновившись этим фидбэком, поработали над такой крутой миссией снова. Особенно приятно было вернуться в башню из первой части и изучать новые уголки этого города. Зал Криптархов, например. Вот это прям сюрприз-сюрприз. Но на этом пока все. Ставь лайк, если хочешь скорее увидеть гайд по героической миссии. И отдельный ролик с обзором и впечатлениями от самой винтовки. Счастливо!